Боржное, мои дорогие подписчики, у нас продолжается Гарри Путей, вторая часть, ПС-2, портрет толстой жены Шмидзе. Что сразу я вижу, в гости до Гриффиндора она очень сильно изменилась, у нас здесь теперь вправо повесили гобелен, я хотел посмотреть. Эй, Гарри, про этот Джордж устроили магазин, ты можешь обмениваться с ними разными вещами. Вау, на одной стене висит портрет. Один-единственный, да? Один-единственный, на одной стене висит портрет. Флибертин, этот парень решил вообще не переводить, а потому что зачем? Он не любит, когда ему мешают заниматься. Самая жизнерадостная вау в моей жизни, потому что Гарри Поттер и так, видимо, знал, что там есть магазин. Ему подходит Рон с дебетцей и говорит, а ты знал, между прочим, Фред и Джордж, они устроили магазин. Гарри Поттер, вау, Рон, я этого никогда не знал. Мы помним из первой части, что Перси не любит, когда его отвлекают, поэтому он связывает первоклассников, те, кто его отвлекают, просто заклинаниями удушающими. На одной стене висит портрет, там, во-первых, четыре стены, и я больше чем уверен, там висит не один портрет. На какой портрет Флиберти Флиберти Поп, который парень вообще даже не перевел, он просто увидел вот это название, думает, да, блин. И, кстати, посмотри, висит Гобелен, там сзади даже нет двери, и я туда не могу пройти, потому что у меня нет соответствующего заклинания. Взять руку и подвинуть в сторону, Гобелен, не могу. Я шо, гений, по-твоему, чтобы так делать? Мне обязательно нужно разрезающее заклятие, вот Дамблдорг, инвестировал в Гобелен, в уют Гриффиндорской гостиной. Повесил Гобелен, придет Гарри Поттер, нет, и изрешет нахрен все полотно. Вот ты меня не вишь, чел, да? Ну я так и думал. Ах, Поттер, наконец у тебя получилось. Наконец-таки у меня получилось. А я в первой части не был у вас в магазине, наконец-таки у тебя получилось, не рад, кто не мог пробраться сюда. Они продают колбу для зелий. Колбу для зелий какой-то дурачок в косой аллее продает за 8 монетов, а вот умные Фред и Георгий, они продают ее здесь за бобы. Куда ты ко мне подходишь так страшно, чел? Как консультант какой-то в магазине. И стоит еще вот так вот. Ты что-то выбирать будешь, Павел? Ты метр пятьдесят ростом и стоит. Алло, бутилот. Вот это что такое? Волшебный шарик. Не взрывающиеся яркие шарики. Это вообще-то называется лампочка. Нахрена мне покупать какую-то лампочку зеленого цвета с Алиэкспресса за 20 бобов? Куда ее вкручивать буду? Тут нет. Здравствуйте. Тут нет ни одной штуки, куда можно вкрутить лампочку. Че за рофл? Королева Вали. Я обожаю эту карточку. Написано, королева Маев. Ни в одной игре ее правильно не перевели. Легендарная ведьма, тренировавшая молодых волшебников в Ирландии, которая появлялась учиться в школу в Хогвартсе. Так а нахрена она их тренировала, если они ехали учиться в школу Хогвартс? Они в школе Хогвартс должны учиться? Или я что-то не знаю про школу Хогвартс? Почему, кстати, в этот магаз могут только Гриффиндор соходить? И почему какие-то опять непонятные блатовые приколясы? Что? Заклинание в магазине Фредда и Джорджа не сраный? Урок Флитвика с этим заклинанием. А потом Флитвик говорит, а я не могу выучить вас Аллахамору, потому что у меня книгу украли какие-то непонятные хейтеры. Где же эта книга может быть интересной? Ее Фред и Джордж за 80 бомбов в магазине продают. Ты будешь долго за мной ходить, Фред или Джордж, кто б ты ни был? Пожалуйста, чел, ты бесишь уже меня. Мне не надо помощь от тебя, мне не надо помощь от консультанта. Пожалуйста, чел, отвали от меня. Это еще и порошок, Вигенвель. В первой части профессор Снэйп навалил... Навалил, да, навалил целый чан с этим Вингельведом. Огромный чан. Говорит, если вам надо, забирайте. Приходите, забирайте, просто не приходите ко мне на уроки больше никогда в жизни. Ушлые Фред и Джордж, они поняли, что можно взять себе вот эти вот баночки, во вторую часть перенести и продавать за 100 бобов Берти Босс. Гениально, гениально. Больня, Гриффиндор. Перси учится уже второй год, не выходя из вот этой вот коморки. Он, по-моему, ничего не выучил. Он все время продолжает просто ходить и смотреть на полки. То есть он просто все это время хочет начать. Он подходит к этой огромной полке, понимает, сколько ему надо читать. Ммм, с чего же бы мне начать? Может быть, с этой книги? А может быть, с вот этой книги мне начать? И так и не выбрал за два года ни одну книгу. Это все вот эти хейтеры, которые говорят, да, блин, Джоан Роллинг вообще-то писал о том, что белое лицо у Гермионы было. Так вот, камон, блин, Гермиона уже уважительная стоит. Гриффиндорцы топят камин книгами. Это нормально? У них не хватает дров? Потерь, одела порошка. Это видели в последний раз? Веди Делекста. В домиках на травологии. Если вы это найдете, то верните в специальную доску объявлений. Ну, если я за Ведиделю последний раз это все, ну, так если ты последний раз видел это на травологии, ну, пойди ты, сходи на травологию, да поищи ты это все. Поведить пару раз. Может быть, ты и найдешь свой приколяс. Если ты даже знаешь, где эта штука, чисто теоретически может находиться. Чил. Конечно, вот это 10 из 10 мув, то, что первые догадались сжигать книги, это гриффиндорцы. По идее, нам нужно сходить с тобой до какие-то пары, до сколько я понимаю, потому что мы должны учиться, хотя бы с тобой с королевой Валей не учились, да? Карнавал. Мы будем летать. Я слышал, мы будем летать, а в первой части Гарри Поттер не участвовал в команде по квиддичу. Какая книга хорошо горит? Мертвые души, я слышал, хорошо горят. Первый раз Гарри Поттер бы был с тобой летать на метле. Гарри Поттер не участник команды по квиддичу. Он не сдавал экзамены в первой части по квиддичу. Да, конечно же, нет, не было такого. Здорово, Персюган. Разве у тебя идет не урок полетов, Поттер? Давай собираться. Давай собираться, ты вместе со мной пойдешь, да? Ты, видимо, прогуливал все эти уроки и решил наверстать теперь вместе со мной. Ля, толстый дом. Дома. То... Тетя дома называется, да? Ей не впадло, кстати, каждый раз открывать вот так вот портрет. Кстати, фиолетовый этот, Хаффлпаф. Артимани и баиня Гриффиндор. Полная и баиня, если честно. Фортинайти или Артимани? И ты, ой, этаж древней руны. Пятый этаж не магия. Четвертый этаж история магии. Защита против темной магии. Второй этаж магия и библиотека. Есть этаж магии. Есть этаж темной магии. Есть этаж истории магии, да? Есть этаж не магии. Эта же школа Ховарс, она же магическая, поэтому должны быть разные магии. Как легко стать, кстати, фолиум магом в этом Ховарте? Вот висит Игнация Уилл Смит. Какая-то тянка. И Игнация Уилл Смит снова. Давай, Гарри, пойдем выйдем. Ты что, быдло, что ли? Давай выйдем с тобой. И окольный этаж. Я уже даже забыл, что я начинал говорить. А, Хаффлпаф фиолетовый и желтый. Разве они не должны быть черный и желтый? Это вот на самом деле не черный был цвет. Это вот темно-темно-темно-фиолетовый цвет. Давай сейчас я даже посмотрю, как называется темно-темно-фиолетовый цвет. Вот так вот открываю и смотрю. Все, что я гуглил до этого, можно понять, какой человек. Маник. Так, это надо мне, кстати, да? Как и коровью переворачиватель. Цвет фиолетового вина. Это явно нам рассказывает про то, что все хаффлпафцы не прочь прибухнуть. Насколько я понимаю, да? А чё ты тут стоишь? Поттер, я слышал о случае с Виллоу. Было бы ужасно, если бы ты и Висли погибли. Это так мило. А в чём подвох? Ээээ... Виллоу... Должен признать, что я хочу посмотреть на матч Квиддич. Команда Слитерин разработала новую стратегию, которая поможет им выиграть. Не палят, что он один из участников, да, Слитеринская команда? Я бы очень хотел посмотреть на матч Слитерина, потому что там стратегия новая. А это новая стратегия. ЭТО ЕЕ! Здорово. Часы показывают, у кого из дома в Хогвартсе больше всего очков. Хорошо показывает. Аргус Филч и собирается в виде боевых чинить, да? Гей, гей, давай пройдём к месту полётов. Мы же не хотим злить мадам Хуч в первый день занятий. Мы же не хотим, кстати, злить, да? Ой, вот это Хогвартс. Такое ощущение, что челики просто сделали модельку Хогвартса и забыли её отрендерить. Просто такие, да и ладно, это всё же загрузочный экран, кто её смотреть будет, да? Мы Хаффл Паф фиолетового цвета вина сделаем, а хрена нет. Ох, как вам плохо, кстати, ученики. Так вот, это реально Хаффл Паф. Посмотри, вот Хаффл Пафка стоит с фиолетовыми полосками, с фиолетовыми. Хочешь поменяться карточками известных волшебных волшебниц? Хочешь, хочу, давай. Я дам тебе карту номер 23. Это теперь нельзя обузить приколя с картами. Я теперь не могу подойти к одной тянке, которая мне победяет все карты на нужную мне. Да за шо? Кстати, мне очень нравится этот, ландшафтный дизайн в Хогварте. Вон там, под стенкой, одно единственное дерево. Вон ещё одно маленькое деревце стоит вот тут вот. Вот у меня есть четыре семена дерева. Куда бы мне посадить? Вон там, вдали. Два вот тут вот поставлю. И одну с*** вон туда в угол. Безграничные возможности PlayStation 2. Пустой какой-то двор и стоит одно единственное дерево. Квадратное. Хейтеры, вы поняли, что вы сейчас все умоетесь? Мы добавим сюда новые детали во двор. Добавляют это дерево, которое умеет двигаться раз в тысячу лет. А теперь вот здесь вот движок PlayStation 2 ничего не может отрендерить. Кроме вот этого одного единственного дерева. Не ну и оставим здесь одно это дерево. А я могу туда зайти. Что это такое? Куда я пошёл? Я где? Мадам Хуч, по-моему, она стоит. Вон там вот маленький пиксель. Она стоит и смотрит, как Гарри Поттер висит. Вместе с палочкой ещё. Он держится на большом пальце вот так вот. Потому что тут он палочку держит в руке, понимаешь? Это же очень важно, когда ты висишь на парапете, держать палочку в руках. Давай в ежедневник посмотрим. Учиться летать с Мадам Хуч на площадке для полётов. Блин, учимся, кстати. Разогнать. Я жму. Мистер Поттер, я не могу поверить, что вы и все остальные забыли, как управлять метлой. Давайте попробуем ещё раз. Что? Теперь ваша метла была сконфигурирована. Если вы хотите улучшить её, то в любое время можно сделать видеообзор. Улучшить её. Улучшение метлы. Управление камерой. Обратный норма. Управление полётом. Норм, нормал, обратный. Ты же видишь, что я жму кнопку разогнать. Это я разогнался, кстати. Я помню, в топ-гире они пытались сделать свой электромобиль. И вот они разгонялись вот примерно на такой же скорости. Вот примерно вот так же быстро они ехали. Мне кажется, что ты готов к сдаче экзамена. У тебя есть одна минута. Только настоящий эксперт может с этим справиться. Ты мне только что сказала, блин, я не могу поверить, Гарри Поттер, то, что ты забыл, как летать на метле. Только настоящий эксперт с этим справится. Тогда вопрос на миллион. Нахрена делать второклассникам такой экзамен, то, что с ним справится только эксперт по летанию на метле? Исключительно. Исключительно, Гарри Поттер 2. До свидания, Гарри Поттер. Мы хотели тебя, конечно, оставить на лететь уроки. Лететь уроки. Это поразительно, Гарри. Я пошёл спать. Хороший друг, кстати, он умеет поддерживать Гарри Поттер, это было волшебно Я пошёл спать, кстати, пока, Гарри Поттер Очки дома, доклад, карта, 80 класс С Я не понял, мне поставили оценку за количество очков, которые я набрал для своего факультета То есть я набрал недостаточно много за один день Ты очень плохо набираешь очки в Хогвартса Ты за это получишь 3, понимаешь, в табеле Возможно, мы тебя даже за это исключим, Гарри Поттер Вот это ты предмет придумал, да, Булдор? Ну я хочу преподавать на каком-то предмете Давайте это будет очки факультета в Хогвартса Да, Булдор, нет такого предмета Давай теперь будем Чё проснулся вообще дольше? Гарри, ты тот человек, которого я искала Что-то ужасное случилось с Невелем Он оказался в ловушке Я же не должен приносить еду Какую еду ты должен приносить? Это было бы так здорово, Гарри Вон он там Во-первых, я не должен приносить еду А это типа забота Невелла, да? Он у вас на побегушках Как он там застрял? Невел, как ты тут оказался? Как это произошло? Может, не будем туда идти? Он нашёл первую лягушку и пошёл не в ту сторону Вот он и застрял Ну, ты его не вытащишь, Гермиона? Вопрос, да, интересный Нет, я уже всё испробовал Нам нужна специальная магия Откуда у меня есть специальная магия? Кроме того, чтобы попасть туда Тебе нужно отогнать Хорклампсов Если пойти в библиотеку То там можно взять отличную книгу Профессора Лохара про это Лохара Невелл пошёл не в ту сторону И оказался там в ловушке Ну так пойди в эту сторону обратно И ты не окажешься в этой ловушке И тогда чил Во-первых, ферстовол Как ты оказался за этим сраным гобелином? То есть Невелл умеет проникать сквозь стены Гермиона говорит Я не могу вытащить Невела Поэтому ты тот самый человек, Гарри Поттер Который мне нужен Ты так-то очень хорошо пошёл в туалет ночью Да? Я уже всё испробовала Ты понимаешь, Гарри Поттер? Всё абсолютно испробовала Ну тогда чем я тебе могу помочь, Гермиона? Ты можешь сейчас пойти в библиотеку Взять специальную книгу про хоркламсов Пойти потом в граунсы Победить этих хоркламсов И получить специальную магию Вернуться сюда обратно И закастовать на кабелет Гермиона, если ты всё испробовала То ты, наверное, и вот это должна была бы испробовать Нет, сказала Гермиона Вот против вот этого сражаться надо Чтобы получить секретные какие-то приколясы Животное, фрукт Или гном Хорклам может быть снят волшебством Флипенда Но ты подожди Которое иногда очень сильно помогает Если вам нужно что-то, вытащите земли Любое заклинание иногда очень сильно помогает Во время моих многочисленных путешествий по нашей планете Я столкнулся с множеством странных вещей И разнопраздными тварями Среди которых были экзотические виды Большая часть этих тварей оказались смертельно опасными Хоркламп, который похож на огромную жабу И напоминает животные, а не растения Если ты путешествовал по нашей огромной планете Ты ни разу жабу не видел в своей жизни, Локхард На смену хорклампам пришли несмертные орды гномов Эти маленькие твари распространили Что уже начали залезать и в мой сад Например, некоторые плоды были напрочь съеденными С этими маленькими картофиголовыми паразитами Саду нужно было бороться заклинание флиппен Тем же самым по сути заклинанием Который помогает схватить гнома за ноги И запустить его в ближайшую стенку Вот эти картофиголовые гномы Которые живут в лесу Очень сильно плодятся Им нечего есть в лесу И у них нет пропитания Поэтому они вынуждены идти в город Чтобы найти себе хоть какое-то маломальское пропитание Они залазят к тебе в сад Но тут неожиданно Ты залез не в тот сад, дружок Потому что выходит в величайший обладатель ногбек джинкса Сначала оглушает гнома И потом разбивает его голову об стенку Сражение с монстрами Гилдерой Локер Вторая часть Чертовский идиосин крейс Локер в предыдущей части говорит То, что иногда флипента может быть полезным Для черта используйте ногбек джинкс Для гнома используйте ногбек джинкс Для жабы используйте ногбек джинкс Еще и об стенку используйте Ударьте головой от ногбек джинкс Я помню еще то время, когда я был на очень опасном пути Путешествовал по берегам реки Клайд и Глазгоу Шотландии Искал чудесного Вити Мороу Сибистла Тогда я наткнулся на кучку чертей Все оказалось не так просто Так как они становятся крайне опасными Сбиваясь небольшие группы, которые нападают на путешественника Поддавая ему пинки очень некрасивым образом Ты идешь, а тут неожиданно группа чертов Выходит и говорит Стой братан, мы тебе сейчас будем пинки под зад Будучи самым величайшим путешественником Я продвигался по нашей планете И конечно никогда не боялся этих тварей У меня такое ощущение, что если из Лондона приехать в Глазгоу Это как из курортов Краснодарского края Приехать в курорты Краснодарского края Вот так он путешествует по нашей планете Всю планету объехал чел Я метнул флипенда ногбек джинкс Вы главного лидера Как ты понял, что это их главный лидер Чем он отличается от других чертей Прежде чем враг смог отреагировать Я подлетел к этим чертям и схватил за руки И бросил их в реку Клайд Где большинство из них утонуло Хотя некоторые смогли выбраться на противоположный берег реки Так вот, были поражены черти Больше они никогда не мешали жителям этого города И не выбирались из своей нары Во-первых, черти живут в норах Оказывается, как мы не знали, да? Семья черти Вот они все собрались Приехали на шашлыки на речку Он вылетает Всех Оглушает ногбек джинсом И выкидывает в реку И некоторые черти еще умудрились Выплатить и спастись После того, как он их топил в реке Какая наглость у этих чертей, если честно Кого трогали эти черти? Они никого не трогали Культурно отдыхали до речки Но пришел локарт и просто всех утопил Мне нужно было спасти легендарного огненного великана краба Тогда хрена ты мне рассказываешь Как с ними бороться Как ты пошел его спасать, дорогой? Который оказался Или ты спасал его от жизни Во власти ужасных и злых волшебников-чародеев У меня выдался случай Немного отдохнуть в тени дерева бонзиан Во время моего беспредельного отдыха На меня внезапно напали тучи монстров с огненными крабами Они не посмотрели даже на то, что я отправился До поиски их собратьев Ты пришел в их лес И вряд ли они знают английский язык Я, конечно, понял, что ты говоришь Стоп, фаер крабс Донт гоу ту ми, донт фаер ми И какой-то бескоммуникейт произошел между вами К счастью, я смог сбежать от этих ужасных тварей Величайшие Я не испугался Я встал Достал свою палочку Сказал огненные крабы Кабсдалам И как посъедал в лес На помощь пришла волшебная палочка После нескольких чудесных чар с помощью нокбэк-джинкса Естественно, как уже еще заклядание знает локар Убегает от этих фаер крабов Но! Потом неожиданно Пришла на помощь волшебная палочка И он победил их с помощью волшебной палочки Так ты убежал или победил их? Че ты сделал? Оставив этих тварей Греться под палящими лучами солнца Я продолжил свою дорогу с твердым намерением Вырвать из рук злых волшебников Представителей красных крабов Так и в чем тогда прикол? В чем злые волшебники? Может быть они тогда не злые волшебники? Может фаер крабы тогда злые? Может быть эти фаер крабы Сожгли деревню вот этих злых волшебников И поэтому они ведут его куда-то Чтобы вынести его нахрен Но величайший Кейлдоро Локарт Он перед этим уничтожил всех собратьев этого фаер краба А после этого спас грамного фаер краба Потому что это логично Гитра-ы Против Гитрашеса То есть у вас все-таки есть буква Ш В вашем сранном переводе Тогда вопрос на миллион Почему Гитра-ы тогда, чел? Валы ебные бедагиры Баиня Гриффиндора Гитра-ы Если согласен, что это лучшая книга из всех Которых только возможно Это да, считать, кстати Ты знаешь правила Никаких гуляний ночью Минус 5 очков Гриффиндору Мне 5 человек пришли ругать это во-первых Во-вторых, мне 5 очков отняли А что будет, если все очки потеряю? А все, они мне 20 очков отняли И все, больше они мне не могут отнимать очков То есть я не могу забусить систему Чтобы у меня 0 очков было Интересная система, конечно, в Гарри Поттере Но вопрос на миллион Ты меня поймал Отведи меня обратно Либо к Аргусу Филычу Либо к директору Либо обратно в спальню Нахрен ты меня оставляешь здесь Опять перед этой библиотекой То есть он меня развязывает Говорит, становись на то место Где ты пытался выйти И пытайся меня обыграть Ты попадаешься этому парню Он получает плюс 5 баллов Потом Гарри Поттер возвращает обратно Он попадается вот этому парню Ему плюс 5 баллов дают Потом Гарри Поттер возвращается обратно И отдаются вот этому человеку И ему дают плюс 5 баллов после этого Спасибо тебе огромное за просмотр Это был Гарри Поттер Обязательно лайк Подписочка Комментарий Все вот эти дела делай Все будет красиво тогда после этого Для людей, которые спонсируют мой канал На клуб чемпионов на Бусти Спасибо огромное этим людям И всем людям, которые спонсируют мой канал на Бусти Вы действительно помогаете созданию контента Спасибо вам за это огромное Чтобы не пропускать дополнительный контент, который выходит регулярно на бусте Все нужны ссылочки в описании Удачи тебе и пока